Бескрайние горы мусора на холмах, которые так любил писать художник Петров Водкин. О такой безответственности местной администрации в нашу редакцию сообщили жители Хвалынска. Дело в том, что на выезде из города с каждым днем растет свалка, на которую свозят мусор с улиц курорта. Наша съемочная группа побывала на несанкционированном полигоне и обнаружила, что он расположен прямо по соседству с территорией рекоператора. Скажите, пожалуйста, у вас свалка рабочая или нет? Какая, городская? Да, вот эта свалка. Ну, вот эта вот, как вы видите, вот она свалка. Ладно, рабочая, они же закрыли. Региональный оператор же занимается вывозом. Ну, это к администрации. Ну, это понятно. Это в администрацию вам более точно, у них можно только узнать об этом всем. Потому что они расчищают ее, они вывозят сюда мусор, они как-то согласовывают. Ну, то есть это как временный полигон у вас идет? Нет. Растительный обход так вывозят или какие? Да, мне кажется, сюда все вывозят. Все вывозят, да? Да. Вот и ветки, администрация город убирает. Все вывозят. Вот я еще видел трактор, зашел. Да, вот с ветками. Городской, да? Да, вот они все. Вот у них трактор и административный трактор. Вот он сейчас временно... Отгребает, да? Да, он временно сломанный. А наш пункт это вот. А у вас что? Это мы к Блакову относимся. Мы собираем... К мусорсортировочному заводу? Да, да, да. К мусорсортировочному заводу. То есть куаншкали у вас руководитель? Да, да, да. Вот. То есть у нас город убирают, привозят сюда. Мы его взвешиваем, на площадку выгружаем. Грузим в контейнера и в Блакову на сортировку отправляем. У вас просто, у вас получается, есть представительство регионального оператора, да? Да, вот наша территория. Больше к нам ничего не относится. А это все получается городская свалка? Это все городская свалка. Вот она прям... Но вы получается работаете на регионального оператора, да? 100%. А вы тогда почему, допустим, ну вы же знаете о фактах. Вот сейчас городское вывозят сюда, вот видно пластик там, да, или прочее. Вы же должны как региональный оператор сообщать руководству. Мы как бы вообще не относимся к этому вообще всему. Не, я понял, но у нас же уполномоченные, грубо говоря, по вывозу таково только региональный оператор, ну то есть ваша организация. Вот. И в данном случае вы должны о нарушениях законодательства экологического сообщать своему руководству. Вы знаете, все этой свалкой руководит администрация. Ну это понятно. То есть мы относимся к Блакову, у нас вот территория, вот если что-то на ней случается, мы за нее только отвечаем, за это мы не отвечаем. То есть у вас, ваши машины, рекоператоры забрали таково мусор, взвесились и пошли на Блаково, на мусорософтер. И все, больше ни за чем. Больше ни за чем. Понятно. Для сравнения, в Блакове, куда на мусоросортировочный завод везут ТКО со всех ближайших районов, представители рекоператора пытаются бороться с незаконными свалками, рассылая обращения в надзорные органы. В Хвалынске наоборот. Работники весового пункта спокойно наблюдают, как по соседству растут мусорные отвалы. Ботовые отходы, рамы. Это все с города свозится коммунальными службами. Все, что находится в прилотковой зоне контейнеров ТКО. При нас сейчас привезли, вон машины стоят. Сейчас я вам покажу. Полная Нива. Вон мусора. Сейчас представитель регионального оператора ему говорят, чтобы он уезжал отсюда. Но без нашей камеры, соответственно, все это работает в черную. Если вон пункт приема весовой регионального оператора, здесь машина завешивается из Хвалынска и уезжает на Балаково, на полигон. Остальные все в черную едут, проплатили, заплатили и спокойно все сваливают обратно в лесок под Хвалынском. Пока мы снимали, на полигон приехали две легковые машины с бытовыми отходами. А также две единицы спецтехники из Хвалынска с надписью «Уборка города». Они привезли мусор с улиц. Одна из них, увидев съемочную группу, развернулась и направилась обратно в Хвалынск. Попетляв по улицам, водитель приехал на базу коммунального муниципального предприятия. Скорее всего, он переждет и вернется на незаконную свалку, ведь надо же куда-то сгружать растительные отходы. Рядом с огромной территорией незаконной городской свалки растут знаменитые хвалынские яблочки. Питаются они грунтовыми водами, которые текут с родниками через мусорный полигон и далее сливаются в Волгу, загрязняя водоем. Какие химические соединения попадают в яблочный сок, неизвестно. Хвалынск считается вообще курортным городом. Сюда люди ездят за экологией, воздухом чистым. Вон он, чистый воздух, дышите. Сзади меня, там видно, тлеет чистый воздух. И потом это все в речку, в Волгу стекает. Сейчас яблоки считаются символом Хвалынска, но если загрязнение горных склонов и лесов будет продолжаться и дальше, то не исключено, что негласным символом станет бескрайняя свалка, которая в итоге поглотит все хвалынские сады.